Всех приветствую на своем канале. Сегодня ремонтирую кофеварку Крупс Нескафе Дольче Густа. Кофеварка перестала работать, не закачивает воду. Слышно, что помпа работает, пытается закачать, но видимо где-то что-то засорилось, какой-то клапан. Поэтому сейчас нужно это выяснить, буду ее разбирать. В первую очередь, что нужно проверить, это иглу, с которой поступает вода уже в кружку. Вот она игла, ее можно прочистить. Самый простой вариант, как это сделать, снимаем отсек для воды и здесь вот такая вот есть пружинка. Вот. И берем, прочищаем. Я уже ее проверял, эту иглу. Проблем нет. Вот так вот прочищаете. Можно снять иглу. Опускаем иглу. И вот она есть, такое отверстие. Там есть фиксатор для вот этой площадочки. Можно взять шило. Вот. И нажимаем немножко. Ага, вот она. Вот она. Вся эта площадочка с иголкой выходит. Вот. Здесь можно более качественнее почистить, если забилась игла чистая, поэтому буду разбирать ее полностью и искать причину. Выкручиваем здесь 4 самореза. Здесь 2. И вот эти 2. Дальше вот снизу нужно поддеть вот эти вот защелки. Вот она одна. Вторая. Одну я уже вот поддел. Вот. Вот вторую поддел. И отжимаем понемножку сюда. И здесь тоже вот по всему периметру есть защелочки. И вот она аккуратно отжимаем. Так, с этой стороны. Так вот она почти уже снялась, эта часть. Дальше нужно снять помпу. Для этого отсоединяем патрубки верхний и нижний. Также провода питания этой помпы. И получаем свободный доступ к самой помпе. Так, смотрите. Довольно тугое здесь вот это вот крепление помпы, чтобы ее снять, освободить. Вот они направляющие здесь. И вот этот фиксатор. Сейчас я немножко назад его потяну. Вот он. Вот он фиксатор. Вот этот вот. Он держит вот эту часть, поэтому его нужно поддевать. Ну вот как я пинцетом сюда. И одновременно вот эту часть вытягивать. И вытягивать. Поэтому довольно плотненько там сидит. Сейчас я снимаю уже помпу. Буду ее разбирать. Теперь разбираем помпу. Выкручиваем здесь. Так. Снимаем вот эту резинку. Откручиваем тут. Катушку в сторону. И сейчас нужно разобрать вот эту часть. Здесь есть пружинки, поэтому нужно аккуратно ее разбирать, чтобы ничего не потерять. Так. Вот он первый момент. Сюда сдвигаем. Вот оно в фиксаторах сидит. Немножко в сторону. Так. Отлично. Там большая пружина. Кольцо. Так, вот он шарик пластмассовый здесь. Немножко... Немножко есть... Какая-то вот... Какой-то налет. Так. Шарик не потерять. Кажется, что проблема вот здесь. Как я понимаю, там стоит клапан. Попробовал я продуть в одну и в другую сторону. И нет никакого движения воздуха. То есть, этот клапан, скорее всего, там он прикипел. Откручиваем здесь. Так. Пружинка. Да, вот он. Прикипевший клапан. Он просто-напросто там прикипел из-за вот этой накипи. И не смогла помпа продавить его. Поэтому сейчас я хорошенько все это прочищу. Соберу и посмотрим на результат. Так, я хорошенько все прочистил спиртом. Сейчас собираем все в обратном порядке. Ставим вот этот клапан. Резиновый. Закручиваем его вот этой вот крышкой. Главное, чтобы пружинка она не пошла наперекос. Ровненько стала. Закручиваем. Так. До конца. Затем берем пружинку. Вот эту сюда ставим. Вот этой вот конусом она с сужающим краем она идет кверху. Так, пружинка у нас ушла туда. Кидаем туда шарик. Затем берем вот эту часть. Так вот она становится. Затем берем вот эту вот металлическую часть с пружиной мощной. И вот там тоже пружина большая. Ставим обратно. и вот это вот эта вот часть пластмассовая у нас заходит в пазы. Все. Собрал. Ну, а дальше не сложно. Все это мы ставим на клапан. Как я понимаю, здесь разницы нет, какой стороной ставится. что тут фиксаторы находятся. Вот они в пазах. Пазы вставляются. Так, дальше ставлю вот эту резинку. Так, прикрутил. Поставил резиновый вот этот чехол. и здесь есть, кстати, терморезистор, предохранитель от перегрева. То есть, если эта катушка вдруг перегреется очень сильно, то произойдет обрыв этого резистора. Так, дальше закручиваем вот эту часть. Ставим все на место. Помпа готова. Ставлю на место и буду проверять. Не забывайте подсоединить все разъемы. Один сверху тоже разъем и обязательно хомуты. Ставлю вот эту крышку. Длинные саморезы тут снизу. А два коротких вот тут сверху прикручиваются. Включаю кофеварку. смотрим результат. Это холодное. А это должна быть горячее. Отлично все заработало. Так что кому видео помогло, понравилось ставьте лайки. подписывайтесь на канал. Всем пока!